Первая стратегическая сессия, посвященная улучшению городской среды, началась с обсуждения проблем самой южной части Петропавловска-Камчатского. О благоустройстве этой территории говорили сами жители округа, а модераторы фиксировали озвученные вопросы и предложения по их решению. Характерно для этого формата, что люди мало того, что предлагают, а озвучивают проблемы, они предлагают эти решения и совместно определяют самые насущные проблемы и ставят их в приоритете. Если провести все такие собрания по всем округам, то будет непосредственно понятно, какую программу надо строить и на что первое время уделять внимание. Потому что все проблемы, понятно, объять невозможно. Горожане предложили создать в районе ЖБФ туристический развлекательный кластер с детской поросной секцией, катанием на небольших катерах по Авачинской бухте, сетью маленьких кафе с местными морепродуктами. В распадке в районе Камчатского камня сделать фуникулер, поблизости проложить лыжные трассы, а на вершине сопки создать большую смотровую площадку и отдельную для парапланиристов. При этом природу в самом распадке, где проходит туристическая тропа, оставить нетронутой. Прозвучало достаточно много хороших идей и путей их решения. Для себя отметил достаточно такой серьезный блок касаемо молодежи. Это организация и досуговой деятельности детей после, скажем так, основных занятий в школе. И организация спортивных каких-то секций, спортивных сооружений. В том числе облагораживание детских площадок, которые уже есть, но которые, наверное, не совсем соответствуют требованиям безопасности. Горожане говорили и о том, что нужно создать сразу в нескольких школах кадетские классы, в том числе с морским уклоном, с привлечением офицеров в отставке, которые могут помочь в воспитании детей. Также жителям Завойка нужен постоянный круглосуточный пункт полиции, чтобы улицы городского поселка были безопасными. Кроме того, среди первоочередных, хотя и долгосрочных задач, назвали строительство альтернативной дороги, которая будет вести к ТЭЦ-2. Тот фок, который сейчас строится, он закрытый, необходимо что-то на открытом воздухе, которое использовалось и в зимнее и в летнее время. Следующая сессия и вновь городские проблемы. На этот раз свои вопросы и предложения озвучивали жители второго округа, в который входят микрорайоны от улицы Океанской до Комсомольской площади, включая дома на Мишенной сопке. Говорили о сохранении экосистемы Култушного озера, о необходимости очистки протоки между бухтой и водоемом, а также воды в самом озере. Кроме того, участники предложили организовать специальные площадки для сбора старых автомобильных покрышек и обязать муниципалитет ежедневно проводить уборку побережья Овачинской бухты. Из всех блоков, которые сформировались, больше всего, конечно, выделяют три блока, которые очень важны. Это благоустройство нашего города, это экология, которая лишний раз подтверждает, что значит такое вмешиваться в природу с нарушениями правил всех. И третье – это культурное наследие. Жители округа предложили по-иному подходить к переселению из ветхого и аварийного жилья, опираясь на принцип реновации – строить новые дома на месте снесенных объектов. Рассчитывать потребление воды и энергии, а также объем водоотведения по каждому зданию нужно будет с учетом допустимой нагрузки на существующие сети. Да, сегодня было предложено очень много решений насущных проблем второго округа и вообще южной части города в целом. Ну, основные решения, которые мне понравились, это решение проблемы расселения аварийного жилья, так, чтобы, предположим, на принципах реновации, это очень такое интересное решение. Плюс понравилось мне решение по поводу создания кампуса на территории второго округа. Ну, и важный, конечно, такой вопрос не понравился экология, который был не до конца раскрыт, но я думаю, что можно рассмотреть его по ширине. Еще одно предложение – это создание кампуса в районе КП, где находятся несколько крупных высших и средних профессиональных учебных заведений. Для этого нужно построить студенческий городок с общежитиями, парк на улице Ключевской и Вилюйской и многое другое, что сделает более привлекательным образование на Камчатке. Люди имеют право высказаться в жилую, рассказать о своих проблемах, поискать какой-то вместе пути решения этих проблем и поделиться опытом своей работы. Также жители округа подчеркнули, что Петропавловск-Камчатский – это морской город и должен соответствующе выглядеть. Поэтому необходимо благоустройство аллеи флота с установлением памятных знаков, посвященных чести знатных рыбаков, моряков, капитанов и первых мореплавателей. Ольга Семенова, Залина Корбанова, Антон Скрипаченко, информационное агентство «Камчатка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова